Истинный перевод так называемого Томаса об украинской автокефалии. Вы пришли к горе Сионской и стали сионисты, говорю я вам, Токмо Вальцман фашизму мировому выгоден. Майнкамф, стих 12, 22, 88. Блаженный среди турецких янтыков апостол Тандыр говорит всем верным Вашингтонского обкома, и действительно, одна полость в гиене огненной является горой непоколебимой. Хотя одним стадом и одним телом НАТО есть и называется церковью раскольничьей, которая повсюду имеет общность исповедания биндерской веры, общность в таинствах православного младенца поедания, якож дитру постояния ночного и незыблемость русофобического преемства во имя Гитлера и сына и святого черта Бакшиш. С этих богомерзких слов начинается первый абзац так называемого «Лже Томаса» на второй президентский срок Порошенко, врученного Стамбульской резидентурой ЦРУ США делегации украинских раскольников, которую возглавляли сам Порошенко, его заплечных дел мастер-лжеметрополит Епифаний, в миру Мефистофель, сказывают еще что нечестивого гея-колдуна Калиостры Внукус и завербованный муж американки, подлый Ющенко. Путем дьявольской мистификации и подложного перевода «Лже Томасей» был на совершенно голубом глазу выдан преступными властями Украины за документ об автокефалии Украинской Церкви, при том, что, как широко известно, нет такой страны Украина. И, следовательно, признание за неавтокефалического евстрихия в рамках амфоровой хрюндии есть не антиканонично и контрправославно весьма. Даже такой известный сатанист и чернокнижник, как гауппштурмфюрер Варфоломей Дракула, обманом и лестью захвативший власть в Стамбульской резидентуре несостоявшегося константинопольского лжепатриархата, при всех своих еретических замашках не решился бы на такое святотатство, ибо был бы сразу же отлучен от диптиха святым Кириллом, ревнителем веры истинного бога путятия, крымского угодника. В связи с этим поначалу представлялось совершенно странные череда дурных знамений, обрушившихся на православный мир в канун и после подписания канонически ничтожного лжетомоса. Так по всей России в это время замерзали спьяну насмерть знаменитые шахматисты, мерали крисы кельми, падали мосты, взрывались до моей маршрутки, даже не выдержала и лопнула священная русская гора Пукан. Дошло до того, что в день первой киевской демонстрации лжетомоса у Владимира Путина прямо в петербургском храме закровоточил палец. Сначала этому происшествию не придали особого значения. Мало ли, куда Владимир Владимирович его засовывал, тем более, что он накануне опять посещал детский хоспис и, по слухам, играл там с местными подопечными в мальчика с пальчика. Однако дурная молва уже поползла, и не было в ней ничего хорошего. К счастью, не доверяя турецким и украинским переводчикам, просвещенные иеромонахи РПЦ Лубянского патриархата сами переложили лжетомос на русский язык, и выяснилось, что ни о какой автокефалии речь в нем не идет, а наоборот говорится об окончательном порабощении Украины Турцией в обмен на второй срок адского Порошенко. Чего стоят лишь такие фразы несостоявшегося документа, как «Его превосходительство, президент Украины Петр Порошенко». ЧТО? В обмен на шоколадки и прочей сладости от князя Карамельного раскол благословляем и войну. От роковицы, что телом особо круглы, естьми подлежат отправке в гаремы стамбульские, ушиста вертяхом по позицию Акироксолана, дева огульная. В радостное извещение вам от уважаемого Центра Православия предписывается попов русских убивать и храмы православные отбирать и кричать и там «Акбар Аллаху! Героям славы!». На всех этих условиях наша большая и раскольничья лжецерковь благословляет, коль какой лысый недомерок отроку-младому вместо срамное палец свой на всю длину засунет, чтоб из пальца того на второй день кровь потекла, а ки засосала его пиявица спидозная, и чтоб сдох тот недомерок без долгого промедления, а в гроб к нему чтоб шойгу поклали кривомордую и лошадь печальную, да сигаретою. Крайне трудно предположить, что именно имели в виду составители лжетомосов в последнем пункте. Скорее всего, это был обычный бред, который украдкой вписал в документ Порошенко в порыве пьяного хулиганства. Но уже сейчас понятно, что трудолюбивый украинский народ, являющийся неразумной, но все же братской частью российского, не будет терпеть такого надругательства над собой и как-нибудь уж, наконец, приползет к России на карачках. Лже-аминь. Текст вдохновлен и написан по мотивам наивысокодуховнейшей анти-контр- и просто пропаганды самой мельдониевой страны в мире. А всех желающих помочь украинской армии бороться с представителями этой страны, просят обращаться в фонд «Поварность живым». Ссылка на страницу фонда в фейсбук в описании. Субтитры создавал DimaTorzok